Всем большой привет! Меня зовут Наталина и в сегодняшнем видео мы с вами будем немножечко копаться в моем мусоре, то есть это видео про пустые баночки. У меня уже накопилось достаточно много всего. У меня здесь есть уход за волосами, у меня здесь есть уход за телом, уход за лицом и также декоративная косметика, наконец-то, потому что эта категория у меня максимально редко заканчивается. Ребята, прежде чем мы перейдем с вами к этому видео, я хочу вам напомнить, что буквально последний, последний денечки у нас идет предзаказ брендом ByGefMA на нашу коллаборацию кистей. Вот этих красавчиков вы видите просто последние сколько больше полгода в каждом, в каждом видео у меня наконец-то стало их побольше, потому что просто одной кисточки Nord мне точно мало, одной кисточки Nord мне тоже мало. Я выпускала большое видео, где я рассказывала про каждую из этих кистей, обязательно заходите, я оставлю ссылку на это видео в инфобоксе внизу. И, конечно же, оставляю для вас ссылочку на сайт, не бледная шоп, сейчас идет предзаказ, отправка будет в июле, но на предзаказе, в чем его прелесть, да, вы дольше ждете, но там ниже цены. Обычная продажа тоже будет, но когда это будет, я, к сожалению, совершенно не знаю. Также не только кисть у нас коллаборация, но и обалденные, очень мягкие, крутейшие спонжи для нанесения и тональной основы, консилеры, рассушевки для бейкинга, просто для всего. Это, кстати, большой размер, это средний размер, и есть еще микро такой малышочек для того, чтобы работать на зоне под глазами, вокруг носа, и он очень-очень удобен для визажистов. Ну что, давайте начнем, мы с чего начнем? Давайте начнем, наверное, с волос, потому что здесь поменьше всего, наверное, продуктов. У меня сухая кожа головы, потому что у меня псориаз, я не люблю средства, которые кожу головы прям, знаете, до скрип очищают. Я могу глубокой очистки шампуня использовать, но не чаще, чем раз в месяц для того, чтобы там, вы знаете, в месяцы, когда я использовала активно укладочные средства. Но укладочные средства я, кстати, мало, тьфу-тьфу, использую. Ну так, чуть-чуть там лачка обрызнула, и все. К тому, чтобы вы понимали, да, что я предпочитаю более какой-то мягкий уход, и я люблю всякие кондиционеры, маски. Я мою голову примерно 3, наверное, раза, ну, 2-3 раза в неделю, и использую то маску, то кондиционер, потому что если вы каждый день моете голову, да, например, то рекомендуется 1 раз в неделю использовать маску, остальные разы использовать кондиционер. Я, поскольку и так мою 2-3 раза в неделю, то то-то-то использую. Итак, шампуни, короче, одно время я прямо подсела что-то на Олаплекс, у меня здесь есть и один большой шампунь, у меня есть еще кондиционер из этой серии, вот там вот столько осталось. Ребят, вот не знаю, Олаплекс у меня здесь, посмотрите, еще маленькие вот такие вот тревел-варианты, короче, я подзаболела немножко этим Олаплексом, начала все скупать. В целом мне нравилось, но не то, чтобы я видела какие-то изменения, ну, то есть все нормально, и на том спасибо, грубо говоря. Я никак не могу разрешить для себя дилемму, почему не делают объем шампуней в линейке больше, чем объем кондиционера. Мне лично шампуня нужно больше, а причем, ну, значительно больше, нежели кондиционера, потому что голову два раза надо мыть. Первый раз мы промываем и смываем основное загрязнение, и второй раз уже это финальное, как бы, очищение. Напишите, как у вас с этим дело состоит, но у меня всегда заканчивается первый шампунь. В общем, я сейчас ищу что-то другое, потому что я поняла, что что-то я как-то, ну, совершенно спокойно отношусь к этой линейке. Дальше шампунь Орбо, я его покупала то ли в поездку в Москву, то ли в поездку в Казахстан в Золотом Яблоке. Мне в целом нравится, но, знаете, это тоже такое вот из серии, что оно так дорого стоит, наверное, оно должно работать. И этот хороший шампунь я им годами, наверное, пользовалась, и в целом мне он подходит, он без сульфата. Ну, я на самом деле, что сульфатный, что без сульфата, я вообще не вижу никакой, блин, разницы, не знаю, вы видите, напишите. Я не вижу вообще никакой, но мне он нравится, и он хорошо мылится. И, кстати, вот эти мылится вообще пипец как, поэтому их так много не надо. Но, в целом, это хороший шампунь лично для меня. Кстати, еще хочу сказать о вот этих тревел-вариантов, и, наверное, это то, что меня подтолкнуло даже отказаться от Олоплекс. Это то, что это, по идее, тревел-баночки. Я думала, супер, как удобно, да, конечно, выгоднее покупать большие банки, все такое. Но я, поскольку немало достаточно ездила, думаю, куплю тревел, и они так текут. Это просто капец. У меня, наверное, только один перелет из, там, десятков моих перелетов последних, когда эти банки не протекли. В остальное время все время что-то откуда-то, то ли отсюда. Вот видите, даже вот здесь вот видно, что вот он, блин, куда ты падаешь? Что вот эта вот банка здесь грязная, а вот эта банка здесь грязная, потому что я уже такая просто решила оставить в таком виде, чтобы вам это все показать. Ну, короче, печалька. Далее у меня есть какого-то адвент-календаря вот такие сэмплы. Вау! Это шампунь и кондиционер. Вау! Это бренд. Я так и до конца не разобралась. Или это то ли бренд, принадлежащий Крису Эпплтону, это стилист по волосам Кими Кардашин, либо у него коллаборация с этим брендом, потому что на некоторых продуктах, я там что-то еще одного купила, там написано типа Color Wow X типа Крис Эпплтон. Фиг знает. Меня вообще не впечатлили эти средства. У меня есть еще от них маска для волос, тоже как бы проходная. И вот укладочные средства я хочу потестировать, посмотрим. В общем, это меня как-то не сильно вдохновило. Кстати, я вспомнила, что это у меня из какого-то адвент-календаря. По поводу адвент-календаря, срочно заходите в мой Телеграм и Телеграм на стенами, потому что мы мало того, что сняли коллаборацию, да, это видео буквально недавно вышло у меня и у Насти на канале, но мы также сделали для вас классный розыгрыш в Телеграме. Со своей стороны я разыграю адвент-календарь Культ Бьюти, Настя разыгрывает обалденную палетку. Я, короче, когда еще был 23-й год, такая, надо заказать адвент. Заказала его один сюда себе в Сербию и один в Москву на розыгрыш. И я вообще о нем забыла, потому что у меня был другой еще какой-то огромный адвент-календарь, Look Fantastic, и его я разыграла в Телеграм-канале своевременно, а про Культ Бьюти я вообще забыла. И представляете, я его даже не вскрыла, свой, вот он у меня стоит. Ну и в Москве, который он тоже лежит, вот этого розыгрыша, наконец-то дожидается. Думаю, что вскрою его в Телеграм на днях, просто для того, чтобы самой хоть посмотреть и начать пользоваться средствами, которые там полгода такие уже, а нас использовать будут. Далее продукт тоже, кстати, из адвента, Look Fantastic, Coco & Eve. Это маска, слушайте, маска сама по себе нормальная, но она настолько сильно пахнет кокосом и каким-то химическим кокосом с ванилью. Я люблю кокос свежий иногда, могу где-нибудь на отдыхе. Я вот люблю водичку из свежего кокоса попить, поковырять его чуть-чуть ложкой поесть, но так я кокос не люблю. И я терпеть не могу. Ароматизатор кокосовый, блин, нет. Для меня это сразу нет. И он настолько сильно пахнет, что ты его открываешь, и вот он просто на всю ванну пахнет. Ребят, у меня нос не особо чувствительный, но если я чувствую, что воняет, то это значит, что воняет вообще просто капец как. Далее у меня термозащита Orbe. Я ее много раз показывала, мне она очень нравится. Продолжаю ей пользоваться, ну, периодически, знаете, когда не забываю. Но хотя сейчас, знаете, я перестала, наверное, какое-то время я ей не пользуюсь. И пользуюсь другой термозащитой именно в спреи. Пользуюсь еще не смываемый уход на волосах. Кей и Тин. И мне кажется, это тяжеловато, потому что это тоже как бы крем. Поэтому вот как-то так. Но в целом мне нравится, у меня есть вторая баночка этого продукта. Так, теперь давайте перейдем к продуктам по уходу за телом. У меня их здесь не очень много. Что-то как-то они... А, нет, у меня муж опять выкидывает, значит, гели для душа. Так что что сохранилось, то сохранилось, скажем так. Вот такой гель для душа от бренда Эспо. Он у меня тоже был в адвент-календаре Look Fantastic. Я вообще адвент в этом году Look Fantastic просто реально весь практически использовала. Потому что я прям даже думала, знаете, снять такое спустя полгода, типа там адвент-календарь, как он пришелся ли ко двору. В целом гель для душа, он приятно пахнет. На этом, как бы, ну, опять же, вот я моюсь любым гелем, и я потом чистая. Ну, типа, не знаю. Как-то гель для душ, видимо, мне сложновато оценить. Есть ли у вас какие-то критерии оценки геля для душа, кроме его аромата? Даже не знаю, что сказать по этому поводу. А еще один гель для душа у нас с вами. Это от бренда Шик. И он у нас был вот в такой вот упаковке. Он, кстати, был, по идее, с кокосовым молоком. Слава богу, он не пах кокосом. Здесь, видите, мутэкономия, потому что это, конечно, залило водички, когда он кончался. Мне нравится вот эта упаковка. То, что здесь очень удобно вот так вот можно закрутить это все. Я не знаю, есть ли сейчас этот продукт, потому что это арендал коллекшн какая-то штучка. Плюс бренд Шик, он переживает какой-то ребрендинг. Но мне понравился этот гель для душа. Нюанс, что на сайте он прозрачный. У меня он стал такого молочного оттенка. Мне кажется, это из-за кокосового масла в составе. Потому что, когда прохладно в комнате, кокосовое масло, оно, знаете, таким более твердым становится. Если тепло, соответственно, более жидким. Но я не знаю, это вообще нормально или нет. Мылился он, мыл. У меня в целом все было хорошо. И то же самое могу сказать про крем. Тоже от Шик. Мне, повторюсь, нравится эта упаковка. Но вот здесь вот этот... Это что такое тут? Ой. Ну, это очень давно все стоит. И оно у меня стояло на подоконнике. На такой плюс-минус солнечной стороне. Поэтому он потек. Он был в нормальной текстуре. Но он здесь видно запотевший. Повторюсь, это долго прям там стоит. Эти все банки. Вот. Но мне нравится очень здесь упаковка. Я вообще люблю кремы для тела с дозатором. Потому что в противном случае... Вы сейчас дальше увидите, о чем я говорю. И у меня они быстро заканчиваются. Здесь я адекватное количество себе наношу. На самом деле с удовольствием бы купила это еще раз. Дальше тоже от Шик. Баттеркрем. И здесь вот это вот произошло. Здесь есть еще какие-то остатки. Но я их уже не могу там практически выковырять. Ну, как бы еще чуть-чуть можно. Тут уже прям ладно совсем. Вот. А мне больше, конечно, подходит вот этот баттеркрем. Так, а теперь я его, видимо, сломала, да? Ну, какая разница. Это ж мусор. Господи. Чи не мусор. Муд экономи. Мне понравился он, потому что он более плотный. Я люблю. У меня сухая достаточно кожа тела. Я люблю, чтобы прям вот я намазалась. И я чувствовала, как меня это все питает. Мы все еще говорим про крем для тела. Увлажняет. Что вот оно насыщает мою кожу. Как-то вот, не знаю, моя кожа требует. Вот я и на лице люблю, когда какой-то вес, так сказать, есть продукта. И на теле тоже. Мне он прям зашел. Мне бы, наверное, хотелось... Ну, я не знаю, для такого плотного средства возможно ли другой формат выпуска. Вот это вот в этой упаковке для меня было бы идеально. Прям класс. Потому что здесь, ну, меня давит жаба, душит. Точнее, потому что вам не видно. А мне вот на просвет, я вижу, что вот здесь по стеночкам. Еще можно... Ну, это уже нельзя, потому что она там на потоконнике. Там же орелась. Не знаю, сколько хорошо. Хоть там никакой инопланетянин не завелся. Дальше тоже про крем для тела. Вот такой ультра-репер крем. От бренда. First Aid Beauty. Он, кстати, появился в Sephora. Вот, кстати, вот так, наверное, должно быть тоже здесь. Вот, пожалуйста, а вот здесь вот оно, видите, сломалось. Может, и не сломалось, кстати, не знаю. Как-то без накрутки вот так вот поприятнее, потому что вот так вот ты давишь-даешь, а потом уже в конечных приступах начинаешь его додавливать. Это тоже было в Адвенте. Look Fantastic. Это очень плотное такое средство. Его можно на лицо, на тело, на все. Этот бренд, повторюсь, есть в Sephora. И, честно говоря, когда у меня, у меня еще там 3-4-5 больше, наверное, средств для тела, когда он закончится, я рассмотрю для себя покупку вот этого средства или заново вот этого средства. Он такой прям мощно увлажняющий. Еще хочу сказать про вот этот крем. Бренд Липолив Дерма. Мне его присылали в свое время на рекламу. Я его долго тестировала, прежде чем согласиться. Это вообще крем для сухой поврежденной кожи, особенно для кожи с псориазом. Мне реально стало легче. У меня стали проходить многие, не то чтобы бляшки, да, но именно вот сухость кожи, потому что на бляшках на них сухость такая вот прям есть, какая-то корочка. Мне стало лучше. Здесь мочевина есть в составе. И вообще хороший состав именно для псориатиков, у кого экзема, дерматиты, потому что это прям вот те компоненты, которые нам нужны для того, чтобы наша кожа начала восстанавливать гидролипидный барьер. Понятно, что у кого это генетическое состояние такое, как у меня, до конца это сделать невозможно, но помочь своей коже можно, мне понравился этот крем. Дальше еще у меня дезодорант от Биотерм. Вот сколько лет на этом канале, все Биотерм, все одно и то же, ничего не меняется. Мне нравится он тем, что не оставляет белых полосок, тем, что он сам по себе особо не пахнет, то, что я не воняю, что я не потею, в общем, сплошные плюсы. Я знаю, что есть тренд на какие-то натуральные дезодоранты, дезодоранты-кристаллы, дезодоранты без алюминия, но, знаете, ну, это может быть мой опыт, но если человек пользуется кристаллом вместо дезодоранта или вот что-то такое типа натуральное использует, вы об этом узнаете, причем с двух метров по запаху. Закончился у меня скраб от ШИК, так, я тут оставила, ничего не оставила, выгребла, все. Он сахарный, он приятный такой апельсиновый, мне бы, наверное, может быть, хотелось, чтобы он, может быть, чуть более жидкий был. То есть, вот, знаете, у скраба мне нравится, когда средняя такая консистенция, когда в жижке плавает или там сахар, или соль, а здесь он такой более плотный, при том, что он прям такая как масса, ну, густая достаточно, но в целом он хороший скрабы, опять же, вот для меня прям такой, чтобы ужасный какой-то скраб, я, наверное, никогда не пробовала, для меня продукт этот сложно достаточно оценить, я его оцениваю по тому, насколько напитная моя кожа после, то есть, чем больше какого-то масла, каких-то уходовых компонентов будет изначально в скрабе, которые водостойки, да, которые не смоются с меня, тем для меня лучше, потому что мне тогда не надо, типа, кремом пользоваться после души. Но мне этот продукт понравился в целом. Вот такой вот скраб от Rituals, Rituals, это у меня Ritual of DIN, вот он был очень такой жидкий, это тоже из-за адвенток, он еще был заполнен, знаете, вот там вот баночка на полон, здесь вообще в Сифоре есть Rituals, и я обычно покупаю гель для душа, мне нравится в муссе такой вот Rituals, в целом классный бренд, но у меня есть ощущение, что Rituals это что-то типа Зелинский Роузен, когда это плюс-минус посредственное обычное качество за overpriced, и какие-то вот ароматы, позиционирование, и за счет этого эти бренды выезжают. Вот продолжаю покупать, и все равно что-то такое, что-то не то, как будто бы. Но в целом мне ок, но повторять покупку я бы не стала. И еще один продукт, это крем для рук от бренда Krygen, потому что год назад, наверное, еще меня не ошибануло, что я хочу обновить на этот бренд обзор, да, может быть что-то изменилось, какие-то новые продукты, и в целом я заказала, вот они у меня вне вскрытые, до сих пор лежат уже год. Короче, Наталина и актуальность просто. Крем для рук я использовала полностью, мне он понравился, кстати, он прям такой жирненький, плотненький, интересно, его на своему ката или на Крэге намазала, или только в глаза кролик. Ну, короче, эта тема, я считаю, все еще актуальна, да, и, ну, сколько лет уже прошло вообще с того момента, когда вышло это эпохальное видео, я уже не помню. Но, короче, по сути, крем хороший, крем для рук мне понравился, но, учитывая, что Krygen косметик сделалась на фабрике, где делается арт-визаж, я уверена, что в Pro Makeup Lab или в арт-визаж или где-то должен быть прям вот один в один продукт, поэтому можно посмотреть там, если вы действительно что-то такое хотите, ну, или в любом другом бренде, а если вы хотите именно Krygen, то здесь качество мне показалось, что хорошее. И теперь мы уже переходим с вами к уходу за ногтями. Обожаю вот это масло, смарт-масло, мне его давным-давно посоветовал мой мастер по маникюру. Смарт-мастер, точнее, оно называется. Оно отличное для кутикулы, чтобы она сильно не сохла, также подходит для ногтей с анихолизиасом, ускоряет регенерацию, помогает их быстрее вылечить. Также я его иногда на свои псориазные какие-то места наношу для того, чтобы тоже заживление чуть-чуть ускорилось. Мне очень нравится, тоже годами вам его показываю. Так, что у нас? Давайте про умывание. Гидрофильное масло от Clorans, наверное, самое мое сейчас любимое гидрофильное масло. У меня сейчас есть два. Одна бутылка полная, другой вот столько. Обожаю. Для меня это просто the best. И вообще, я что-то Clorans так прониклась. Сейчас сыворотку купила, их Double Serum. Прям очень крутые продукты. Вот у Clorans я бы, наверное, сказала, что лучше обратить внимание на уход, потому что категория декор, там такое, знаете, hit or miss, так сказать. А вот уход, прям все, что не пробовала, очень классное. Также у меня умывание Green Mama. Вот такая пенка для очищения лица. Хорошая пенка, ромашка, брусника. В целом, вообще, все замечательно. Пенка, это хорошо очищает лицо. Нету прям вот такого, не до кости, скажем так. Так, ну, мне зашло. И вот такое вот умывание Medic Aid. Вообще, это классный бренд. И тоже, представляете, из Адвента Look Fantastic. Я вообще просто следующий год жду от Look Fantastic. Тоже что-нибудь классное. Еще Cool Beauty надо свою вскрыть. Короче, скажу честно, я его использую в качестве геля для душа. В основном, ну, и умывалась им тоже. Я его брала с собой в поездку в Латинскую Америку, потому что гели для душа были не в каждом отеле, потому что мы там были во всяких, часто непонятных местах. И в местах, где не было, ну, как бы геля для душа в отеле, я, ну, или был какой-то такой стрёмный, я пользовалась им. И мне он очень понравился и на лице, и на теле, потому что он нигде ничего не стягивал, то есть не до экстра сухости отмывает. Это супер, я считаю. Теперь тонер от бренда Think Co. С неоцинамидом. Мне тоже его прислали на рекламу. И аж два продукта из этой серии. Я закончила, сразу скажу, и сыворотку, и тоник. У меня они зашли, очень классно работает, потому что достаточно бюджетный бренд, вообще отличный. Так, а, нет, три продукта. Смотрите, всё, что прислали, всё закончила. И крем с неоцинамидом тоже. Короче, классно. Но скажу, знаете что? Что мне в этом креме немного всё-таки, спустя какое-то время, я поняла, что мне не хватает немножко увлажнения, то есть мне хочется побольше. Даже не увлажнения, а именно питания, потому что у него такая более гелевая, вообще всё почувствую вымазала. Более такой хочется мне плотненькой текстуры, такой чуть более гелевый. Так, про тонеры начали говорить, сыворотка, да, альбом я наконец кончилась. У меня, если я перелью и всё в какую-то одну банку, мне кажется, у меня ещё три таких освободится, потому что у меня одна тут, другая там в ванной, третья ещё там где. Ну, вот просто, ну, как бы, они везде, альба меня окружила, я взяла заложники. Зачем я попшикалась остатками сыворотки, которая три месяца стояла на солнце на подоконнике? Мало мне просто трэша на коже после наших съёмок в подвале с Настей и нами. Ну, всё, короче, рип моё лицо. Я обожаю эту сыворотку. Ребят, ну, что тут говорить? Там сколько её миллионов уже человек купила, как у них указаны везде на сайте. Обалденная. Мне реально очень нравится, очень подходит и для освежения макияжа. И просто вот я чувствую, что подсохло у меня лицо там в течение дня. И я могу не переносить там, ну, типа, умоюсь водой, не переношу весь уход, а просто капшик-пшик-пшик. И так мне замечательно. Я обожаю эту сыворотку. Мне кажется, это офигенный продукт, как для себя, так и для кейса визажиста. Так, с про сыворотки. Drunk Elephant Protein Power Peptide. Слушайте. Короче, у меня она не подошла, к сожалению. И она для меня слишком сильная. Так же, как мне сыворотки, например, с витамином С, с какой-то большой концентрацией, даже с маленькой, не подходят. И вот это мне тоже не подошло. То есть я её наношу, и чувствую, как кожа начинает орать. То есть не то чтобы жжение, но я чувствую, что что-то не то. И у меня иногда на лице высыпает капельку псориаз. Он может вот здесь вот чуть-чуть выйти, и вот здесь вот на лбу. Он это делает в двух случаях. Когда это ПМС, и когда какой-то слишком мощный уход. И вот это второй как раз-таки случай. Поэтому я её до конца даже не смогла использовать. И вот здесь, кстати, то же самое. Это филарга. При том, что есть дальше продукты, которые мне очень нравятся от филарги. Здесь что-то тоже пептид. Я просто не могу её закончить. Просто я не могу, потому что я её наношу, и всё. И я чувствую, что вот это какой-то трешак начинается. Я этого всего очень боюсь. Сыворотка, тонер с неацинамидом от Inkey List. В целом, ничего такая, но размер, конечно. Ну, я её наносила как бы вот так вот. Но ничего не могу сказать. Ничего не изменилось. Ребята, вот эта чашка. Я ржала, что все в Америке. Короче, пьют из этих чашек. Что это прям какой-то культ. И теперь сама я стала намного больше пить воды, чем я хотела поработать. Как раз-таки сфокусируется в этом месяце. Потому что недостаточно её пила. И реально. При том, что у нас очень жарко сейчас. Я хожу там на теннис. Я хожу на другие тренировки. И я туда кидаю 3-4 кусочка льда. И они будут делать не очень холодное, а такое слегка прохладное. Освежающее. То есть, не когда зубы сводят, а когда освежают. Боже, какая это крутая вещь. И на него ещё аксессуары. На Алике продаются. Блин. Аксессуар на чашку. Прикиньте. Я, конечно, всё заказала. Очень сильно жду. Какие-то цепочки. Какие-то ромашки. Ковбойская шляпка на трубочку, чтобы надеть. Чтобы она не пачкалась. Это странно. Это консумеризм какого-то 80 уровня. И я с удовольствием им болею. Далее. Сыворотка с ретинолом. Ребят. Я не знаю. Я вот ретинол пытаюсь его вести в сывороте. Ну, пытаюсь и пытаюсь. Пытаюсь и пытаюсь. И что-то у меня не получается. У меня не было у него никакой реакции, видимо. Потому что я не давала ему впитаться. Потому что его нужно оставлять на коже. И, по-моему, на 15, что ли, минут. И потом только носить что-то сверху. Я почти всё время сразу что-то наносила. Соответственно, результатов я никаких не видела. Но, опять же, знаете, вот ретинол ускоряет регенерацию кожи. У меня обсурятся. У меня и так ускоренная регенерация кожи. И я недавно была на консультации. Скажу вам честно. У пластического хирурга. Вот. И мы с ней обсуждали. И она, ну, как бы, меня всё практически в этом микроскопе везде там посмотрела. И сказала, что у меня ноль. Что у меня отсутствуют признаки фотостарения абсолютно. Что мне не нужны никакие там ни лазерные шлифовки. Ни вот эта вот вся тема ресорфисинг, так сказать. Когда надо от чего-то избавиться. Потому что у меня эмических морщин одна вот здесь на лбу появилась. Вот. И, соответственно, просто это, ну, не совсем то, что мне, например, надо. Да, у меня деформационный тип старения. Мне вот это вот надо куда-то уже натянуть себе жопу на глаз, глаз на жопу. И всё остальное, которое усугубляется лишним весом. И также удалением комков беша, да. То есть вот эта вот вся история. Но, опять же, прежде чем что-то делать. Что это за видео вообще получается? Ну, короче, прежде чем что-то делать, нужно похудеть. Потому что любые колебания веса больше, чем на 5 килограмм при выполнении пластических операций, ведут к тому, что результат будет смазан или будет незаметен, или будет недостаточен. Вот. Короче, я к тому, что, возможно, там кислоты, да, я использую периодически. Но вот ретинол, вот эти штуки, мне, например, не очень так показано. То есть вот на вот эту зону, да, может быть, потому что здесь я периодически загораю, но на морде лица как бы фотостарения отсутствует. У меня есть какие-то веснушки, но я не знаю, наверное, не это самое, не фотостарение, да, всё-таки. Так, дальше у меня оргазм по расписанию. Три средства от бренда Orgasmo. Это крем-филлер с пептидами для контурной коррекции лица. Ребята, конечно, есть средства, которые вы наносите и сразу чувствуете что-то, чтобы потянулось. Но если у вас птозный тип старения, вот этот вот ползущее, всё вниз, никакая косметика, никакие филеры не поможет. Рано или поздно придётся натягивать глаз на жопу, ну, если вы хотите сохранить овал лица. Не поможет ничто, особенно после там 45 лет. Если помогает и ничего не описает, значит, у вас просто не деформационный тип старения. Поэтому, конечно, контурная коррекция лица не произойдёт. Кожа может чуть уплотниться, но это колебание, ну, как бы в миллиметр. Но в целом мне этот продукт понравился. Также вот этот экстракт с экстрактом пшеницы, соткрем, мне очень понравился. Он прям такой вот, как я люблю, очень питательный. И крем-гель, увлажнение питания для всех типов кожи. Он прикольный, но я люблю, чтобы были средства потяжелее, поплотнее, попитательнее. Такой крем от бренда Icon Skin, Aqua Recovery Geluronic Mineral Cream. Она просто играла акцентами, как это, клоун, шахрилы, сказали. Мне понравился этот крем. Очень питательный, прям приятный. Действительно напитывает кожу, такая вся увлажнённая, напитанная целый день. Дальше у нас с вами филарг. Нет, не филарг, а давайте скажу про Drunk Elephant Lala Retro Cream. Я думаю, что вы его не первый раз видите. Здесь сколько? 30 миллилитров или 50 миллилитров. Мне нравится то, что здесь можно вымазать всё до конца. И то, что здесь вот это выходит, наверное, уже ничего не выйдет. Цветочек. Мне прям очень нравится этот крем. Он мне очень сильно подходит. Что у него в составе? Я даже не знаю. У него шесть каких-то африканских церамидов входит сюда. Мне прям он потрясающий. То есть он настолько и питательный. Он не тяжёлый, но он прям вот то, что надо моей коже, лица. Я прям его обожаю. Это не первый раз, когда я его заканчиваю. Уже не знаю, сколько у меня ванк. У меня просто сейчас другие кремы есть. И я стараюсь в этом плане, ну, как бы закончить, потом покупать что-то новое. Также крем Де Альбаса Валюфилином. Ребята, это просто отвал всего. Мне он очень-очень понравился. Он прям густой, питательный, увлажняющий. Он мне настолько понравился. Я его пробовала во всём лице первых впечатлений. И взяла с собой в поездку в качестве единственного крема на месяц я уехала. Ну, здесь, конечно, вот это странно. Лучше бы цветочек делала, потому что он тут как-то выходит. Там есть силиконовая кисть, с которой вы всё это снимаете. Я, конечно же, всё это делала пальцем. Мне он безумно понравился. И я слышала, что Валюфилин – это типа сейчас какое-то там новое слово в косметологии, в уходе. Ну, не знаю. И у нас снова Филарга Night Mask. Я увидела про неё, про то, что она классная в давнем видео Ксюши Вебер, где она делала обзор бренда Филарга. И такая, надо попробовать Ксюше, потому что, ну, всё, что она рекомендует, мне всегда подходит. Вот. Поэтому мне маска очень понравилась. Я её закончила. Планирую перепокупить её. Что с языком? Хочу её ещё раз купить. Я её наносила периодически в качестве такого типа ночного крема. Ещё три сыворотки Top Lash у меня закончились. У меня, опять же, Top Lash лежит просто везде в ванной, на тумбочке, чтобы перед сном я не забыла нанести себе. Здесь вот тоже в съёмочной. Это сыворотка для роста ресницы, бровей. И я думаю, что если вы не первый раз на моём канале, то вы нередко её наблюдаете. И это продукт реально рабочего характера. Это не то, чтобы у меня за полгода закончились эти сыворотки. Поскольку они у меня вот так вот распихнуты, я то одно, и то второе, и то третье. И вот поэтому они закончились, получается, ну, только сейчас. Так вообще её, ну, достаточно надолго одной хватает. Даже, не знаю, больше полгода, мне кажется, если я не ошибаюсь. Ей пользуется необходимо каждый день по достижению результата. Можно один раз в два-три дня. Но вот для меня это опасная дорожка, потому что я тут что-то на несколько недель вообще подзабыла. И сейчас снова каждый день пользуюсь, чтобы росли и росли мои реснички и бровки. В общем, обожаю просто эту сыворотку. Промокод ТОП НАТАЛИНА. Конечно, на скидку 20% на озон. И в этом видео это не реклама, это рекомендейшн. Потому что это действительно продукт супер рабочего характера. И мы с вами переходим к декоративной косметике, которой немного, но всё-таки, всё-таки она есть. А, кстати, хотела сказать по поводу вот этого продукта, бренда Алжинист. Это такая фигня, короче, для губ. По идее, у них сыворотка. Я одно время её сильно любила, потому что перестала закатывать, потому что миллиард долларов США стоит. Я не понимаю, зачем средства по уходу за губами делать горькими. Это невозможно. При том, что я пыталась это использовать, ну, просто на ночь. Но всё равно, как бы даже вот так делаешь, противно, горько, какая-то дрянь вообще. Я не поняла, что за прикол. И поэтому я просто это выброшу. С этим уже невозможно ничего сделать. Так же, ну, такая декоративная косметика. И просто пошли гигиенички. Вот Fenty Beauty. И, короче, вот такие вот у меня блески для губ. Этот был с цветом прокисок. Господи, тут он такой уже весь. И это самое. Мне, кстати, нравилась вот эта тема, что это, типа, такой с цветом блеск для губ. Как тинт-то мастерайзер, только для губ. И просто их прокисок. Но вот он, видите, уже всё в таком вот состоянии. Но это... Он прозрачный, короче. Но это скорее блеск для губ. Он блеск с функцией бальзама. Вот что-то такое. Мне прям нравится. Сейчас у меня новая тема. Она была модная спустя просто 500 лет с момента выхода. Вот. Она сказала себе роут блески. Короче, что-то из этой серии повторять покупку я, наверное, не буду. Потому что у меня огромное количество средств для губ, которыми я вообще нифига не пользуюсь. Поэтому, как бы, покупать по второму кругу только то, что прям вот на ежедневной основе здесь будет такой продукт. Бальзам для губ от Пэтмоград. Смотрите, даже ногтём выковырила оттуда всё. И мне он не понравился. Просто, ну вот, бальзамы для губ я кидаю, чтобы их использовать. Чтобы оправдать цену, которую я за это заплатила. Безумно крутая упаковка. Сам продукт – это просто масло. И масло, знаете, которое такое не сливочное вот это, а которое оливковое. Когда оно, вроде губы влажные, а как будто они сухие. Нет, нет. Теперь хорошее средство для губ. Сначала Дальба. Тоже здесь ногтём вообще вот так вот выковырила. Всё уже до самого конца. Это бальзам для губ. Очень мне понравился. И Клоранс. Это, наверное, мои самые любимые бальзамы для губ. Не первый раз, когда я это покупала. То есть, до этого я уже его использовала полностью. Я сейчас купила новый. И у него, походу, изменился дизайн. Потому что, видите, этот матовый, этот глянцевый. И, блин, я не знаю. У меня какие-то подозрения. Я не могу ещё вспомнить, где я его купила. И текст какой-то. Ну, вот шрифт вроде всё то же самое. Блин, я не знаю. У меня какие-то подозрения. Первый мой раз в оригинальности косметики. Потому что, ну, я посмотрела, что сейчас он выходит вот в таком вот, типа, в глянцевой упаковке. Но, как бы, по текстуре тоже одно и то же. Видимо, они решили что-то изменить. Короче, смотрите. Здесь носик направлен, ну, как бы, вот таким вот образом. А здесь он направлен в сторону. Понимаете, о чём я? Ну, вот, передом, если я поставлю. И получается, что раньше я, как бы, давила вот так. И, ну, носила вот так же, как на вот этих вот бальзамах Роуд, да? Что вы, как бы, ну, вот, сжимаете вот эту часть. А сейчас носик кривой. И приходится, ну, как бы, вот так. А вот так вот не давится тюбик. И приходится держать его вот так, а не вот так. Ну, как бы, это не то, чтобы проблема. Но я просто не привыкшая к этому. И я постоянно, когда его беру, ну, не могу найти губы аппликатором. Ну, короче, я не знаю, что они сделали, зачем они это изменили. Мне это ощущается как-то нелогично. Это выглядит нелогично. Но продукт вроде тот же самый. Поэтому я надеюсь, что это я не просто какой-то этот фейк купила. Ну, не знаю. Так, ну, короче, сам по себе продукт этот офигенный. Так, средства для бровей. У меня есть эти карандаши для бровей от Beauty Bomb. Блин, такой офигенный карандаш был. Это карандаши из коллаборации ещё со мной, когда это было год. Вот два года назад. Я не помню, уже два, наверное, господи. Ну, короче, да, наверное, два. В общем, они просто в какой-то момент от старости сломались. Like, honestly, same girl. Да, то же самое. А вот здесь сломался вот этот механизм. То есть вообще никак, я прикиньте, вообще никак он не это самое туда-сюда не елозит. Ребята, вы прикиньте, здесь как я зубьями пыталась вот так вот это вырвать, чтобы добраться до продукта. Он просто офигенный в качестве. Карандаша для губ я его использовала нередко, скажем прямо. Вот, но здесь он просто вот так вот отвалился и засох, к сожалению. Поэтому избавляемся. Продукт был просто обалденный. Также у меня закончился маркер для бровей от Chic. Тоже абсолютно офигенский. Его долго-долго-долго не было в наличии. Сейчас он вроде появляется на маркетплейсах. С удовольствием его приобретут. Единственное, что вот, ребят, по поводу информации на упаковках, да, потому что я начала следить, на самом деле, кстати, за многими брендами, у кого есть эта информация, у кого нету этой информации, да. Вот здесь вот нету сколько граммовка, например, на упаковке, да. Срок годности это есть. Но мне вот, например, сейчас, это важно, потому что мне кто-то писал, что типа вот, посмотри на бумажке информацию, которая тебе нужна, и запомни ее. Ну, типа, у меня всего до хрена. Я бьюти-блогер, я снимаю обзоры, я не могу держать сколько грамм в каждом там маркере. Вот я беру, например, от Валентина маркер, он тоже, он в состоянии, просто не в состоянии, это упаковка, просто это самый любимый маркер и карандаш для бровей, ну, один из, упаковка просто вся, ну, как бы облезает, но пофиг, но здесь вот, пожалуйста, лайнер 0,4, там, миллилитр, а пенсил сколько, 0,14 грамм, да, вообще ни хрена просто нету, а здесь сколько, да, ну, то есть мне важна эта информация. Тональное средство от Шанель и второе такое же на подходе. Это у меня тридцатая тена, которую просто невозможно нигде было купить, и мне его купила Василиса, оставлю на нее ссылочку внизу. Василиса просто супер, она байер, она проверенный байер, она из Чехии отправляет заказы в Россию, совершенно спокойно, без каких-либо проблем, можете через нее заказать. Спасибо огромное Василисе, потому что она мне помогла в некоторых моих личных делах, связанных с котенком, который в Тунисе, ну, в общем, кто подписан на мой телеграм-канал, слышали эту историю, спасибо ей за это огромное. Она просто классный человек и крутой специалист, поэтому она, короче, мне в Чехии нашла тридцатый оттенок, потому что тридцатый оттенок. В Турции мне сказали, что он распродан вообще везде по всей стране, это, видимо, самый пулерный оттенок. Ну, короче, какой-то капец, здесь у меня есть сороковой, мне его приходится с более светлым тоном разбавлять, потому что он прям слишком темный для меня. Офигенный тон на каждый день, это у них есть вот в круглой упаковке и в квадратной, это разные средства, которые в квадратной упаковке, он такой очень прозрачный прям, ну, то есть он вообще как будто ничего не делает здесь. Такой, естественно, матовый даже финиш, то есть это не что-то супер сияющее, такое влажное, абсолютно офигенский. Я, причем, его наношу, знаете, вот так вот, полторы капли в руки и вот так вот на все лицо руками, а потом спонжем прихлопываю. Очень крутое средство, повторюсь, ну, то есть, прикиньте, вот это у меня заканчивается и еще одно у меня там едет. Сколько здесь, кстати, миллилитров? Дайте-ка посмотрим. 20-20 миллилитров. Хотела забатариться, конечно, Шанель за такие-то бабки, тем более. Ну что, друзья, вот мы с вами и покопались в моем мусоре, разобрались, что там, как вам мой трэш, как вам мой гарбич, как вам мой мусор. Пишите в комментариях внизу, возможно, вы тоже пользовались чем-то из этих продуктов. И пишите тогда свое мнение, будет вдвойне или втройне, интересно вас послушать. Ну и спасибо вам огромное за просмотр, не забывайте подписываться на мой телеграм, не забывайте заходить на сайт небледная.шоп, чтобы приобрести нашу крутейшую коллаборацию с брендом ByGef и MUA. Ну и спасибо вам огромное за просмотр, мы с вами увидимся в следующем видео, до встречи и всем пока. Дальше, тушь телескопик Лориаль, она просто что-то давно уже со мной ездит, переезжает, я ей не пользуюсь, и уже решила я от нее избавиться. Тушь сама по себе классная, мне очень нравится, YSL, наверное, моя самая любимая тушь. Она заканчивается быстро, точнее, она засыхает, засыхает буквально через 2-3 недели после использования. Туда надо капнуть бизинчика, но она настолько офигенно дает эффект. Такие мощные ресницы, ва, просто обожаю.